МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сколько жилья построят в Беларуси в этом году? Что такое электромногоэтажка? И когда в Минске появится здание без крылец? Сильмаркты проводятся в Беларуси, они уже соответствуют требованиям для военной среды. Интервью недели с заместителем министра архитектуры и строительства Алексеем Ананичем. И днем, и ночью 100 километров государственной границы, как на ладони, о работе пока единственного в стране Центра оперативного мониторинга и о перспективах развития всей пограничной службы Беларуси на неделе узнал Александр Добриян. Здесь, в этом тыку, начинается непосредственно цикл резки подъемников. Движение вверх из ремонтного предприятия в машиностроительный завод. Наше предприятие специализируется на производстве подъема транспортного оборудования и коммунальной спецтехники. Когда есть цель, нет препятствий. Во время пандемии мы работали, не заслойчиво сидели. А это еще одна из новинок предприятия. Плуг навесной оборотный Сябр. Разработка собственных конструкторов, импортозамещающая, как поднимались витебские подъемники в рубрике «Подслушано в цеху». А к вам, корреспонденты, зимой приезжали когда-нибудь? Вы знаете, зимний экскурс, корреспонденты вы нас первые. Эксклюзив СТВ? Да, эксклюзив СТВ получается. Кто такие полезки и робинзоны и почему строить тропу можно только зимой? Мы находимся на реке Ясельда. Чем привлекают споровские туристов сегодня и что готовят в новом сезоне? На неделю узнавала Кристина Протасовицкая. Итак, исторический момент. Беларусь в преддверии важнейшего и не лишним будет именно здесь употребить это высокопарное слово судьбоносного события. Момент, когда мы, белорусы, без чьей-то подсказки, без навязанного сценария, без интриги, скандалов, сами разберемся, как мы будем жить дальше. Дискуссия с вами разными точками зрения, аргументами, доводами, но обязательно с общей целью сохранить страну. Это и есть то самое единство, которое стало трендом этого года. Единство, а еще развитие и независимость стали и слоганами предстоящего Всебелорусского народного собрания, уже шестого в нашей независимой истории всенародного форума. Он пройдет в Минске на будущей неделе. 2700 человек из всех регионов нашей страны он объединит. Будут на форуме и зарубежные гости, например, представители Коммунистической партии России. Об этом стало известно на днях после телефонного разговора Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым, председателем ЦК КПРФ. Репортаж Евгения Пустовова. Всебелорусскому форуму ректор Гродненского аграрного университета уже прикупил новую рубашку, даже заранее отпарил. Он участник всех форумов народовластия. И на этой общественной встрече должно быть все с иголочкой. На рассмотрении Всебелорусского собрания последнего, конечно, будут вопросы актуальные, касающиеся и, возможно, государственного устройства, каких-то, значит, моментов улучшающих, может быть, управление страной, еще каких-то наряду с вопросами социального характера. Вопросы социального характера не обязательно. И утверждением каких-то основных направлений. А вот Артем Шиманович на такой серьезный форум приглашен впервые. За его плечами нет, как у Витольда Пестиса, 170 патентов на свои изобретения, нет полтысячи публикаций и 40 учебников для высшей школы. На его плечах пока курсантские погоны, но он тоже за созидательное развитие Беларуси. Услышать, что планируется у нас в ближайшую пятилетку, какие планы развития Республики Беларусь. Всем это довольно-таки интересно, это очень важная тема. Еще зеленый не только из-за ведомственной формы, но уже успел принести пользу государству. Он один из активных участников патриотического проекта. Стоит на страже наследия о героях-пограничниках. Как сделать так, чтобы и этот шестой общенациональный диалог прошел гладко, на неделе обсудили во Дворце независимости. Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий, как я уже сказал, и социальных статусов. За ними тысячи, тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого. В столицу приедут представители всех регионов. Здесь люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома. И они дома. Не как дома, а они дома. Они приехали к себе домой. В столицу нашей Родины. Беларусь выбирает дальнейший путь. Так было всегда. У общества появляются вопросы или запросы, значит, созывают все белорусский форум. Кстати, идея принадлежит народному президенту. Тогда, в 96-м, весь мир увидел, за кого белорусы. Теперь раздались новые нафталиновые вопли. Все белорусское собрание – это не народ. А кто тогда народ? Политические беглецы? Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие, так называемые оппозиционеры, плачут и рядают, что если не попадут на все белорусское народное собрание, значит, нелегитимные. Но, во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве, ну, кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали, так же? Мы только гостей приглашаем. Но если вы его бойкотируете, что вы рыдаете? Вы объявили бойкот, бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили привести форум замежи. Ну, проводите. Собирайте в Польше, в Литве и проводите. Белорусов на сход призывали еще наши литературные гении. Но воплощать в жизни эту самую, что ни на есть форму, открытого народовластия можно лишь сейчас, в суверенной Беларуси. При тече 6-го Всебелорусского собрания стал общенародный диалог. Такие площадки прошли по всей стране. Болевые места и рэперные точки развития страны обсудили в актовых залах, небольших сел и в цехах градообразующих производств. Собраны тысячи предложений. Многодетные матери и заслуженные работники. Молодежь и светила науки. Все скажут свое слово. На 10 тысяч населения мы входим по количеству студентов, высших учебных дождей, в 20-ку передовых стран мира. Это говорит о том, что уровень образования у нас, будем говорить так сказать, достойный. И, конечно же, хочется, чтобы, вот, я как ректор аграрного вуза, чтобы подготовка кадров аграрного профиля, да и всех профиль, конечно, соответствовала современным требованиям. В общем, белорусы должны прочувствовать, сейчас решается будущее страны. И делегаты, и участники социологического исследования. Его специально проводят в канун форума, чтобы ничего не упустить. Сделать срез общественного мнения. Это тоже почва для размышлений. Президент лично обратился к каждому из белорусов. Я хочу обратиться к людям, к белорусскому народу. Мы приняли решение, мною оно принято, давно принято, о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили Всебелорусскому народному собранию. Эти социологические исследования начались. Мы опросим людей в село, малые города, районные центры, ну и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют, в городах. Поэтому я обращаюсь к людям. Очень вас прошу, когда придут наши представители социологических служб к вам и зададут какой-то вопрос конкретный, я очень прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошее, нормальное, выверенное решение. Анонимность гарантирую полностью. Люди в силу того, что наши эти протестуны и прочее начали персональные данные публиковать в телеграм-каналах и так далее, многие люди просто, они знают, у них есть мнение, они знают, что делать, они знают, кому доверять, не доверять, но публично высказываться не хотят. Никаких выкладываний постовых фотографий ни в интернете, нигде не будет. Нужна полная объективность для того, чтобы закончить эти социологические исследования. Они будут опубликованы. Вопросы очень интересные и вопросы очень насущные. Главный исследователь – зарубежная компания, не белорусская. Да, будут подключены социологи белорусские, но они не должны быть главными, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения. Форум – это здоровый диалог, но есть и те, кто против него. Они все свои силы вместо продуктивных предложений направили на дискредитацию и разрушение общенациональной встречи. Ну, такой их репертуар. Поэтому, понятно, меры безопасности будут беспрецедентные. Турникеты по периметру Дворца Республики и антиковидные пакеты каждому участнику. Также в арсенале персонального набора делегатов портфель с госсимволикой канцелярской принадлежности. За организацию форума от транспортного обеспечения до концерта отвечают правительство и законодатели, администрация и управление делами президента Совбез и Минская мэрия. Глава оргкомитета по подготовке к национальному форуму Роман Головченко накануне премьер-министр рассказал журналистам о том, как долго и щепетильно, и по сути, и по форме подготовились к проведению важнейшего события в жизни страны. У нас практически в равнозначной пропорции представлены рабочие, труженики села, инженерно-технические работники, работники социально-культурной сферы, руководители предприятий и организаций, военнослужащие, представители правоохранительных органов, студенты, пенсионеры и представители частного бизнеса. Поэтому я считаю, что какие-то претензии к полномочиям этих делегатов, насколько они представляют белорусское общество, они просто не состоят. Конкуренция достаточно была острая на выборных собраниях. То есть гораздо больше людей хотело бы принять участие в мероприятии. Еще не могу, кстати, не отметить достаточно активное участие иностранных гостей, потому что тоже предрекали некий бойкот. Реальность показывает, насколько пусты эти заявления, потому что сейчас у нас порядка 70-80 уже подтвержденных зарубежных гостей. Некоторые из них планируют выступать. Попытка, как это, блокады, собрания с треском провалилась. Помимо зарубежных гостей, представители иностранных посольств тоже выразили очень большой интерес. Соответствующие органы имеют план действий или планы действий на все случаи событий. Я думаю, у всех была возможность убедиться в том, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации. Пока у меня нет информации, что кто-то из делегатов обращался с заявлениями о том, что он подвергается оскорблениям или угрозам в этой связи. Поэтому я могу сказать, что достаточно спокойная ситуация в этом отношении. Но все меры предосторожности будут приняты. Я, честно говоря, не ожидаю, что какой-то повод особый будет в Белорусское собрание для активизации некой активности. По-моему, все, кто теоретически был готов активизироваться, уже поняли, что с государством и правоохранительной системой не стоит играть в эти игры. Ну а люди, которые, скажем, находятся за границей и призывают из теплых квартир, ну оставим это на их совести и насколько будут восприняты эти призывы. Сам вот этот тезис о том, что кто-то кого-то будет сливать, ну он ничтожен, потому что сливать не надо, читайте белорусские СМИ. Люди этих пустых угроз не боятся. Люди гордятся тем, что они являются делегатами собрания и представляют свой народ. Слышал, что есть какая-то альтернативная интернет-платформа, значит, на которой регистрируются какие-то, значит, самовыдвиженцы. Ну если интересно кому-то играть в такие игры и выдавать желаемое за действительное, то я серьезно это не воспринимаю, потому что это даже не альтернатива, а просто блеклая пародия. Люди видят необходимость в перераспределении экономических полномочий между центром и регионами. Децентрализация, принятие решений по использованию, допустим, средств бюджета, по индустриализации населенных пунктов, значит, реализации конкретных проектов, которые направлены на создание рабочих мест в регионах. В процессе обсуждения экономических вопросов неизбежно всплывают и вопросы общественно-политической модернизации. Многие говорят о необходимости повышения роли парламента в управлении государством, значит, где-то говорят о корректировке избирательного законодательства, обсуждают и вопрос, какая система выборная больше подходит для Беларуси. Общая линия сводится к тому, что при всех этих новациях мы не должны ослабить президентскую власть, которая сцементировала страну и позволила устоять перед вот этим шаленым натиском. Все предложения, собранные на диалоговых площадках от различных ведомств и общественных организаций, обращение в парламент и в общественные приемные соберут в один итоговый документ – резолюцию. Это концептуальные будут положения, но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать. Люди должны понимать, что вот наши основные положения должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра. Какие бы смелые, сложные задачи не стояли, но и самые молодые делегаты Всебелорусского собрания и самый активный участник всех предыдущих форумов уверены – все получится. После оценки или анализа работы ставили задачи. Ну, они казались нереальными, например. Многие не верили, возможно, в это. Но год проходил два, три, четыре, и они выполнялись. Морозно, даже природная атмосфера передает градус активности на политическом термометре государства. Страна готовится к Всебелорусскому собранию развития единства, независимость. Даже здесь, в центре столицы, единству – центральное место. Всебелорусское народное собрание – встреча, открытая для каждого белоруса. Двухдневный диалог покажут в прямом эфире. Так что, как говорится, не забудьте включить СТВ. СТВ. Евгений Пустовой, Галина Буро, Андрей Иваненко, Алексей Петров. Неделя. 11-12 февраля, в дни работы форума, наш телеканал будет работать в особом режиме. Помимо выпусков новостей, нашу информационную бригаду мы разворачиваем в Дворце Республики. Именно оттуда ожидаем прямое включение репортеров. И, конечно, наша фирменная выездная студия, куда пригласим гостей, участников Всебелорусского народного собрания, а также политологов, экспертов и журналистов. Ну и премьера, которую мы анонсировали – большое ток-шоу, которое выйдет в прямой эфир в четверг и пятницу, сразу после информационного канала на СТВ. Его ведущими станут генеральный директор нашего канала Кирилл Казаков и политический обозреватель Ален Сырова. Большая информационная студия с принципиально новыми интерактивными возможностями. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу не пропустите. Мы переобулись, чтобы было комфортно говорить с вами о важном по существу. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом на неделе на встрече президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в минувшем очень непростом году. И дело не только в пандемии, которая, конечно, сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников. Репортаж Александра Дебрияна. Личный состав, убывающий на службу, прибыль дежурное помещение. Повторяю. Личный состав, убывающий на службу, прибыль дежурное помещение. Пограничный наряд заступает на охрану государственной границы. Казалось бы, процедура одинаковая для всех белорусских пограничников. Получили оружие, заслушали приказ, выбыли на границу. Но на заставе Хойники есть свои нюансы. Вот у нас специфика работы на территориях пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Такого оборудования нет больше ни на одной пограничной заставе. Каждый, прибывающий сюда, получает вот такой индивидуальный накопительный дозиметр. Он помогает определить, какую дозу облучения накопил человек за время несения службы. Кроме того, при выходе на границу каждый наряд получает поисковый дозиметр. Настоящий ангел-хранитель. Он предупреждает человека о приближении к территории с запредельным уровнем загрязнения. Новую заставу на белорусско-украинском рубеже открыли осенью 2020-го. В ее задачи входит охрана 60 километров государственной границы. Однако этот участок уникален в планетарном масштабе. Он находится на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, созданного на территориях наиболее загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС. Люди несут здесь службу в экстремальных условиях. Уровни радиации в выселенной зоне местами в тысячи раз превышают естественный фон. Это был бывшенаселенный пункт Колыбань. Первый раз я увидел на дозиметрии 16. Я был не то чтобы в восторге, но и не то чтобы очень сильно впечатлен. Увидя такую цифру, когда ты понимаешь, что нормальный фон, там где до этого я проходил службу, было 0,04 микрозиверта, то здесь ты увидел 16 целых, и это было впечатление на целую неделю. Опять же, приняты меры для того, чтобы сохранить нашу жизнь и здоровье. Не позволяют нам там долго находиться. Максимальное пребывание время, которое мы можем там находиться, не более пяти минут. То есть это для чего? Для того, чтобы если у нас есть признаки нарушения государственной границы, мы могли успеть проверить и вернуться обратно. Дальше в работу включаются беспилотные летательные операторы, которые у нас имеются, и все остальное. Это та самая профессиональная армия, о которой столько говорили. Из срочников на заставе только повар. Все остальные служат по контракту. То есть пришли на этот участок границы с полным осознанием того, какую непростую задачу придется выполнять изо дня в день. И легче здесь не будет никогда. На каком расстоянии эти люди находятся от центра мониторинга? Значит, от центра мониторинга данная группа граждан находится порядка 70 километров. Это пограничная застава диражичей, пограничная комбинатура лоев, которая шляет любительский лов рыбы на самой линии границы. На данном участке местности граница проходит по пограничной реке Днепр. Первый в стране оперативный центр мониторинга не зря создан именно в хойниках. Камеры, приборы ночного видения, специальные датчики. Вся информация в режиме онлайн стекается на эти мониторы. Не выходя из комнаты, можно контролировать огромное пространство. В сегодняшний день мы контролируем 60 километров участка государственной границы, которая проходит по границе Полевского государственного радиационно-экологического заповедника. В перспективе мы планируем контролировать 325 километров государственной границы. Минимум людей, ввиду того, что территория загрязненная, и максимально технических средств, которые создадут надежную охрану государственной границы. Совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей в числе основных задач на 2021 год. Об этом на неделе говорили и во Дворце независимости. Мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы, но вопросы пандемии, которые навалились на нас, они, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли, особенно для пограничников, таможенников. Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить. Минувший год выдался для пограничников непростым, но с позитивной динамикой. Число нарушителей снизилось более чем в два раза – с 4000 до 1800. Среди нарушителей были и экстремисты-радикалы, и традиционные контрабандисты с нелегальными мигрантами. Извиня, мы тоже испытывали давление, как и пограничники. Я вам скажу секрет не открою, что мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь, которые ехали во втором полугодии с различными намерениями. Это и попытка, будем так, дестабилизации обстановки на пробалтийском направлении. Уровень охраны государственной границы в Беларуси – один из самых высоких в мире. Таким его и нужно поддерживать. Автоматизированный посттехническое наблюдение – те самые глаза пограничников, которые помогают видеть все происходящее прямо из центра мониторинга. Такими оборудованы самые труднодоступные участки границы. Пограничный наряд в Лоевском районе вживую наблюдает тех самых рыбаков, которых мы наблюдали на мониторах в Хойниках. На замерзшей реке все как на ладони. При первом подозрении на нарушение законодательства о границе меры будут приняты безотлагательно. Диражичи – еще одна погранзастава, которая появилась на границе в 2020-м. В зоне ее ответственности контрольно-следовой полосы нет и не планируется. Здесь граница проходит по реке и используются свои способы ее охраны. Новая застава выросла в Диражичах всего за несколько месяцев. Модульный подход в строительстве позволил сэкономить не только время, но и деньги. Во-первых, это мобильность, потому что в любых условиях, сами видите, ее привезли сюда на обычных фурах, так скажем. И в случае необходимости можно переместиться. При этом все необходимое для пограничников в наличии. В модулях есть и полноценное столовое, и вольеры для служебных собак, и даже сауна. Неудобств вообще никаких нет. Все необходимое для охраны государственной границы, для проживания. Все бытовые условия созданы на высшем уровне. Для эффективной охраны государственной границы и проживания личного состава. А так все один в один. Что застава, которая стационарная, так скажем, на базе какого-то помещения. Что вот это модульного типа, разницы никакой нет. Такой подход позволяет расположить подразделение максимально близко к границе. Диражичи первая, но, видимо, далеко не последняя модульная застава на белорусско-украинской границе. В ближайшие годы здесь предстоит проделать большую работу. Пока на рубежах стоят лишь временные пограничные знаки. Окончательную демаркацию на этом участке планируется завершить к лету 2022 года. Александр Добриян, Виталий Распопов, Неделя СТВ. Эту рабочую неделю президент завершил на торжественной ноте. Вручил дипломы докторов науки и аттестаты профессоров. Всего 13 представителей научной элиты страны были приглашены во дворец независимости. Это церемония дань уважения и признательности главы государства тем, кто своим интеллектуальным трудом делает нашу страну лучше. Ученые и практики из разных сфер, от образования, сельского хозяйства и медицины до политологии. Кстати, вопреки ожиданиям, мероприятие провели в одном из небольших залов дворца независимости. Обычно награды вручают в более помпезном зале торжественных церемоний. Но это неспроста. За официальной церемонией последовало и двухчасовое общение президента с интеллектуалами за чашкой чая. Говорили, конечно, о научных трудах, но и насущных тем не избежали. Мы собрали для вас самые яркие моменты. Мои исследования связаны с историей обеспечения национальной безопасности, с развитием субъектов системы обеспечения национальной безопасности на территории Республики Беларусь в различные исторические периоды. А современный период изучается, наверное, особенно пристально? Особенно пристально. В процессе исследования пришлось и работать с законом о медиации, разрабатывать национальные программы подготовки медиаторов, организовывать школу медиаторов Республики Беларусь. Вручение награды из рук президента – это, по сути дела, признание государством значимости той деятельности, которую ты проводил. Защита озимых зерновых культур от сорных растений. Ну, она в таком плане экономическом выигрывает, потому что озимые всегда дают больше урожай, чем эровые. В этом плане мы таким образом расширяем продовольственную безопасность. Вот сейчас мы, те, кто занимается защитой, волнуемся, что ж будет весной. Волнуюсь, как-то защищался легче. Почему волнуетесь? Ну, как-то, ну, глава государства, ему надо сказать, что это очень полезно и быстро. Вот это из-за этого я так немножко... Пожалуйста, высказывайте свою точку зрения. Для меня это очень важно. В фокусе нашего исследования находился хронический панкреатит, который приводит в ходе своего естественного течения к необратимым изменениям тканей поджелудочной железы и замещения этих тканей фиброзными. Я хочу поблагодарить за высокую оценку скромного труда моего ученика. Дело в том, что Сергей Маркович практически врач. Он не работал ни в НИИ. Этот материал он весь собрал за 10 лет. Это более 500 операций, тяжелейших, 5-6 часов, часовой, выполненных его руками. Никто особо не хотел браться, но эти люди страдали от страшной боли. Вот эта болезнь проявляется очень сильной болью. И сейчас, благодаря тому, что мы, хирурги, организовали панкреатологический клуб, в трех клиниках нашей страны наши люди могут получать эту высококолицерную помощь. Санислав Иванович, а сколько у вас таких учеников? Докторов наук 6, кандидатов 16. В диссертационном исследовании решена научная проблема в области инфекционных болезней. Оптимизированы схемы противовирусного лечения пациентов с хроническими гепатитами ВИЦ. В настоящее время ВОЗ отметила Республику Беларусь как одну из лучших стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита С. Если нет другой дороги, отправляйся в педагоги. Такая обидная, расхожая поговорка бытовала... Ну, это не для вас. ...достаточно долгое время. И не для меня. Нет, нет. Важнейшая роль отводится наставнику. Получив еще сырой материал после ВУЗа, там, в производстве, в жизни, человек становится настоящим специалистом, но без наставника быть не может. Наши исследования – это вклад в совершенствование системы подготовки педагогических кадров и, надеюсь, повышение престижа педагогической профессии. Выборные эти события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома, об этом мы будем говорить, наверное, в собрании еще, мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны. Обязательно вмешаются другие игроки. Поэтому вот нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. Потому что им жить. Мы уйдем, они будут жить. И где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели, студенты, вузы выступают как отдельная какая-то сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую, в принципе, мы создавали в четверть века. Не спешите. Никогда не спешите. И президент у вас будет новый, и после вас придут новые ученые. Это же жизнь. Это жизнь. Но торопиться не надо. Вы люди образованные, вы формируете мнение людей, вы лицо государства, вы должны защищать это государство. Поверьте, для меня это не просто опыт. Это знание. Я учусь у вас. Поэтому я очень ценю вот эти минуты, часы общения с вами. Очень благодарен вам за это. И знайте, что насколько только возможно, мы будем поддерживать ученых. На неделе в Украине разгорелся медиа-скандал. Там перестали вещать сразу три ведущих телеканала. Украина-112, Ньюс Ван и Зиг теперь доступны лишь на Ютьюбе. Причина санкции президента Владимира Зеленского в отношении владельца СМИ Тараса Козака. Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию в стране. Сам лидер партии «Слога народа» объяснил это, цитата, попыткой вернуть цивилизованное правило игры на медийном рынке. А вот журналисты уверены, что это не что иное, как политическая расправа над неугодными СМИ. И корень этой истории следует искать далеко за пределами Украины. Мой коллега Дмитрий Боярович поговорил с известным экспертом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологией Михаилом Погребинским. Михаил Борисович, добрый день. Как лично вы трактуете закрытие трех каналов согласно санкциям Владимира Зеленского? Мне кажется, это совместное решение американского посольства и команды Зеленского, которые давно уже искали способ избавиться от этих каналов. Ну, обычная работа слабой власти против тех, кто ее последовательно и регулярно критикует. То, что американцы проявляют такой интерес, то это тоже естественно, поскольку аналог звучали неоднократные слова о внешнем управлении Украины. И эти слова американского посольства просто восприняло на свой счет и даже вступило в полемику, что вообще дела не бывало, вступать в полемику с какими-то местными каналами. Вы сказали, что это совместное решение команды Зеленского и американского посольства в Украине. У вас есть подтверждение? Нет, а как я могу подтвердить? А что, прослушиваю разговоры временного поверенного с украинским президентом? Конечно, нет. Вот у нас известно, причем, я бы сказал, демонстративно, временное поверенное в делах Соединенных Штатов Украины. Мадам Квин ставит фотографию, где она общается с секретарем Совета национальной безопасности и обороны накануне. А утром или ночью, ночью, да, принимается решение о закрытии каналов. Ну, как-то трудно не связать два этих события. А доказательств, конечно, у меня никаких нет. А что вы можете сказать о высказывании министра культуры Украины Александра Ткаченко о том, что эти каналы – инструменты пропаганды Кремля, которые позволяют себе массово нарушать журналистские стандарты? Ткаченко, нынешний министр культуры, был героинем директором телеканала «1 плюс 1», который отметился вот эти годы правления Порошенко самой жесткой, фейковой пропагандой, антироссийской, антидонецкой пропагандой. Ничего удивительного, что этот человек, ну, собственно, взглядов у него особых нет. Он просто человек Коломойского, причем, ну, такой позволяющий, чтобы его работодатель с ним разговаривал как с какой-то шавкой. А он утирался и сказал, чего изволите, что надо. У нас есть много видео, значит, всяких на этот счет. Сейчас он большой начальник, и, конечно, ему мешают эти каналы. Я уж не говорю о том, что они, значит, не нравятся идеологически ему, привыкшим, как бы, мочить все, что связано с Россией и Донбассом. Так они еще и его родного канала, как бы, отбирают новостную повестку, значит, и конкурируют. Это для него очень выгодно, поэтому он хочет, чтобы их не было вообще. Можно в этом контексте сказать о свободе слова и СМИ в Украине. Свобода слова и свободе пресса – это конструкты прошлой эпохи. Американские, последние американские президентские выборы показали, что за ними реально ничего не стоит. Они не являются для светочек мировой демократии вообще каким-то невреликанными инструментами, которые надо обязательно исполнять. Но если можно закрыть доступ к информации действующего президента, то все позволено. Значит, Европа тут немножко пока, как бы, калеблется. Она не очень жестко ассоциирует свою позицию с американской поддержкой закрытия каналов. Хотя она и не вступается за эти каналы. Вот такая позиция сейчас части Европы. Конечно, там поляки, шведы и прибалты, они понятным образом поддерживают американцев, поскольку они, как бы, такие, без собственной точки зрения. У них точка зрения американская. А там Франция, Германия, Италия, они пока такой, ни поддержки закрытия, ни поддержки каналов они не высказали. Посмотрим, эта история еще не закончилась. Как это решение повлияет на рейтинг Зеленского? Оппозиция в Раде уже планирует иницировать процесс импичмента президента. Те, которые внимательно, как бы, наблюдают за тем, что происходит в нашей стране, уже свыклись с мыслью о том, что президент Зеленский лжец. Выполнять свои, как бы, обещания не собирается. Гнобить русский язык будет, и ясно, что это уже его установка, а не каких-то, как бы, кругов партии войны. И поэтому для них это, ну, разве что форма, с которой это сделано, произвела, видимо, впечатление. У нас нет опроса в общественном мнении. Но я предполагаю, что кроме отчаянных сторонников Порошенко и националистов, все остальные должны негативно к этому отнестись. Ну, когда получим опрос общественного мнения, тогда будем знать более уверенно. А пока, независимо от того, что произошло с каналами, это просто небольшой дополнительный камень в огород, который будет и далее продвигать тренд по снижению доверия к президенту Зеленскому и его политической силе партии «Слуга народа». И к вопросу о том самом доверии на неделе Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса общественного мнения. Президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует среди лидеров иностранных государств с цифрой 36%. Дальше с большим отрывом следует президент США Джозеф Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путина. Между тем, число граждан Украины готовых снова проголосовать за действующего президента Украины Владимира Зеленского снизило с 27% до немногим более 22%. Ну, собственно, для нас, Беларусь, такие результаты, я имею в виду высокий уровень доверия к нашему президенту Украины, неудивительны. Подобные рейтинги озвучивают в Киеве ежегодно. Что об этом думает украинском экспертном сообществе, спрошу у гостя нашей программы, политического обозревателя Всеволода Непогодина. Добрый вечер. Добрый. Вот, собственно, вот эта цифра, 36%. Более трети граждан Украины высказали свое доверие к Александру Лукашенко. Для вас это чем объясняется? Это объясняется тем, что в украинском обществе, даже во всех его регионах, очевиден запрос на сильную руку на человека, который наведет порядок. Потому что господин Зеленский, каждый своим словом, каждым своим шагом, он дискредитирует институт государственности как таковой. Гетманская булава для него абсолютно непосильная ноша. 36% понятное дело, что это обобщенная цифра. А вот на ваш взгляд, как бы она могла бы разниться, если бы, предположим, спрашивали отдельно жителей севера Украины, юга Украины, востока Украины? Я не думаю, везде это была бы цифра, потому что вне зависимости от регионов нет человека, который наведет порядок, который крепкая рука, который государственник, державник. Нет таких людей просто. В Украине все популисты, все умеют говорить, но взять свои руки и навести порядок не мог. У Зеленского был шанс в 2019 году сразу прийти, перевернуть доску и сказал, все, меняем правила. Ну, он решил с олигархами по-прежнему какие-то там шашни водить, пытался выстраивать какие-то коммуникации, его постепенно съедают и все. То есть, что тут обсуждать? Вся эта история с закрытием украинских телеканалов. Вот только что мы выслушали мнение господина Погребинского в нашем эфире. Вот что вы об этом думаете? Что за этим стоит? Я думаю, за пару лет в управлении для меня это самое большое удивление, это стало откровением. Я был просто шокирован, я не мог это поверить, потому что даже Петр Алексеевич Порошенко до такого не додумался, у него не хватило наглости. Тут, я думаю, всего несколько факторов. Отметим, что это произошло буквально через несколько часов, как вынесли приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Я как понимаю, что пошел звоночек из американского посольства. Зеленский быстренько взял под козырек, собрал СНБУ. Все проголосовали и сразу же прекратили вещание этих каналов. Естественно, эти каналы не были никакими не пророссийскими. Там вещение было на украинском державной мове. И это просто, я думаю, что, во-первых, это притестение свободы слова. Второй момент. Народ отвлекают от тарифного геноцида, от тарифной проблематики. Пытаются переключить внимание, то есть пытаются искусственно извинить повестку. Очень важное для Беларуси слово и для беларусов в нашей нынешней ситуации слово «единство». Этот год, указанного нашего президента, объявлен годом «единство». Слово «единство» – один из трех главных посылов предстоящего Всебелорусского народного собрания. Единство – развитие независимости. Единство, которого, наверное, вам в Украине не хватает многие годы. Возвращаясь к нашей ситуации, как вы считаете, предстоящее Всебелорусское народное собрание поможет нам в достижении того самого единства? Ну, поживем-увидим. Хотелось бы, чтобы произвучали смыслы, тезисы, нарративы, месседжи для общества, которые его скрипят, будет осмысленное, проговорено будущее. Кто мы такие, куда мы идем, какие наши цели, какие наши ценности. Я думаю, что Александр Лукашенко продемонстрирует всем, что является политиком номер один в этой стране. И он еще долго будет им оставаться. И примером, он еще, кроме этого, является примером, каким должен быть политикой, национальный лидер для всех окружающих государств. Один из информационных поводов недели, то, что происходит в России. И, по-моему, для всех совершенно очевидно, вот этот вот поэтапный сценарий, который проигрывается, вот как старая пластинка по кругу. Для вас очевидно это тоже в России? Конечно. Приведите пример, пожалуйста, вот тех самых, я не знаю, реперных точек этого самого сценария. То есть, даже дело не в реперных точках, просто постоянно идет, реализуется технология тех там цветных революций. Мы все это видим по странам, как это проходит. Все уже выучили наизусть эту методичку Шарпа. Действительно, в ситуации с Навальным тоже ничего как бы нового нет. А Навальный просто популист, который на этом играет. Если бы этот человек действительно за что-то ратовал, то он, наверное, пошел бы, стал где-нибудь там сначала муниципальным депутатом, в каком-нибудь там Переславле, даже Залесском. Решил какую-то там проблему, где-то там канализацию, что ли, где-то починил, какую-то больницу, может быть, помог построить. А так этот человек просто популист, который играет на каких-то популярных темах. Вот и все. У меня нет каких-то симпатий к этому человеку. Спасибо вам за мнение. Это был Всеволод Непогодин, политический обезреватель, писатель и публицист из Украины. Но у нас несколько говорящих кадров недели далее в программе. Это кадры из России. В нескольких городах состоялись несанкционированные акции протеста. Все началось после того, как суд заменил Навальному условный срок на реальный – три с половиной года колонии общего режима. Сразу после оглашения переговора в социальных сетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях, которые не заставили себя ждать. Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения. В основном те, кто вышли на улицу – это молодые люди. При этом толпу кураторы протестов постоянно перенаправляли с одного места на другое. А по дороге активисты провоцировали стычки с правоохранителями. Провокаторы нападали на полицейских и тут же прятали за спинами женщин. На видео попали толпы людей, которые, сцепившись руками, стеной навалились на полицейское оцепление, попытаясь его прорвать. Протестующие продолжали бороться не только на улицах, но и в социальных сетях, таких как ТикТок и Ютуб, распространяя фейковые сообщения о якобы многочисленных жертвах в ходе столкновений с правоохранителями. Доверчивые подростки и дети, конечно же, тут же это подхватывали. Как итог, за участие в несанкционированных акциях протестов, по различным данным, были задержаны более тысячи человек, больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге. Тем временем страны Запада, включая США, Германию, Францию, Великобританию, призвали российские власти освободить Навального, но в расчет не берется тот факт, что дипломаты европейских стран, Швеции, Польши и Германии, сами участвовали в незаконных акциях протеста. В качестве доказательств приведены записи камер видеонаблюдения. В МИД России назвали заявление стран Запада «скоординированной информационной кампанией», цель которой, цитата, «глобальная попытка вмешательства во внутренние дела России». Как итог, дипломаты были объявлены персонами Нонграта и высланы из Российской Федерации. Но сейчас время авторской журналистики на СТВ и новый рассказ о тех, кто ради денег и славы оставил тех, кто в них верил и считал надежными друзьями. Григорий Озаренок продолжает срывать маски. И вот очередная порция заслуженных наград. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и омерзил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Озаренок. Здравствуйте. За месяц до выборов президент общался с представителями СМИ. Журналисты, руководители каналов и изданий, ведущие задавали вопросы главе государства. Всех интересовало то, что происходит в стране. И был только один человек, которого это не интересовало. Который встал и долго рассказывал, как он любит президента, как хочет его позвать в свое шоу. И очень долго говорил всем о себе. Евгений Перлин. Это был омаж. То есть с французского «халуйство» самого низкого, подлого, гнусного образца. Халуяж и удовольствие от него. А еще он очень долго рассказывал, как его бедного затравили в сети. И не постеснялся пожаловаться, что упали доходы от параллельной работы. Президент тогда сказал очень простую и очень мудрую истину. Никогда не предавайте. Не хотите идти рядом? Просто отойдите. Что это за человек? Евгений Перлин. Про таких говорят баловень судьбы. В него поверили. Без особого труда ему дали то, о чем мечтают многие. Собственное шоу, на которое работала огромная команда людей. Но он не брезговал просить еще. Свадьбы, корпоративы, похороны, что угодно. Лишь бы побольше денег. Больше славы. Больше интервью. Деньги, деньги, деньги. Он хотел еще денег. В один момент скупленные пиар-компании и ивент-агентства стали играть на другой стороне. Они поддержали мятеж. Это была часть технологий. И Женя почувствовал, что золотой трон благополучия зашатался. Это непомерная мания величия, ошалелое чувство собственной гениальности и отношения ко всем остальным, лишь как к источнику заработка, не давали покоя. Ему было плевать на Беларусь, на митинги, на тех людей, кто ему верил, кто работал с ним вместе. И он позорно по-крысиному убежал. Наврал про пострадавшую девушку, но на самом деле обделался. Обделал свой белый пиджак, в котором вел новости в 12 часов дня 12 августа. После чего пошел к председателю и заявил об увольнении. Его коллеги тогда не спали ночами, работали, делали эфиры, рисковали с собой на змогарских шабашах. А он только и думал, пришло ли время метаться или еще нет. Хотел стать звездой, хотел, чтобы на митингах носили на руках, чтобы все змогарские корпоративы достались ему. Видел себя осыпанным золотом, а остался только обделанный пиджак. А потом приползал к председателю, просился назад, умолял вернуть. Но вони в помещениях терпеть не пожелали. Он пригодился только в одном качестве – залатать протекший потолок. И подлое существо оказалось не нужно нигде. Полгода он не может найти работу. А говорит это об одном – талант оказался дутым. Жалкая бездарность, которая хоть что-то значила исключительно благодаря государству. Долгое время вел юмористическое ток-шоу, абсолютно не имея чувства юмора. А теперь посмотрите, как же он смешон и жалок. А вы на выборы ходили? Да, я ходил. За кого голосовали? Я думаю, что этот вопрос по поэтическим даже нормам можно оставить неотвеченным. Но я голосовал, понимая, что надеясь на то, что такой ситуации в стране не будет. Погодите, но вы смотрите, вы уже уволились с телевидения. Вы уже не работаете в госструктуре, в государственном медиа. Почему вы так осторожно отвечаете? Я осторожно отвечаю. Ну да, такое впечатление, что вы ниоткуда не увольнялись. И это единственный из Иуд, кто оказался противен даже змогарам. Ни одного конкретного и четкого ответа на вопросы. Перлин поразительно скользкий, лживый и трусливый человек. Приходится себя сдерживать, чтобы не сказать нецензурно и грубо. А Перлине стал думать еще хуже. Ему нельзя верить. Его не за что уважать. У нас на связи психолог из Риги Алена Диодина. Алена, здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Алена, что вы думаете об этом смешном персонаже? Я читала пост о том, где он сообщает о своем решении покинуть белорусское телевидение. И, честно говоря, внимание на себя обращает, почему он ставит акцент на том, что его решение было принято самостоятельно и никто на него не повлиял. Ведь на тот момент все еще только начиналось. Его никто ни в чем не успел обвинить. С чего он взял, что белорусская аудитория обязательно должна знать о том, что его решение было принято самостоятельно? С чего он вообще взял, что люди станут задаваться таким вопросом и решил дать на него ответ заблаговременно? И тут слишком много вопросов возникает к самому Перлину. И, отвечая на них невольно, возникает ощущение, что на человека действительно было оказано некое давление и причина его внезапного прозрения — это страх. Потому как из его решения возникает ряд следующих вопросов. А до того, как в Беларуси начались митинги и протесты, его ничего не смущало? Он так близко находился к белорусской власти. И все это время он не замечал, что есть что-то, что, возможно, претит его внутренним взглядом и убеждением. Разве так бывает? За три недели до всех этих событий он в своем инстаграме цитировал слова президента с большой буквы, почтительно, как говорит наш президент. И вот проходит три недели, и человек внезапно прозрел, у него поднимаются веки, и он начинает говорить совершенно противоположное. Вообще, наблюдая за тем, как наш президент контактирует с другими людьми, я обращала внимание, что он общается душой. То есть это человек — душа. И говоря о Перлине, как можно предать душу, предать человека, который относится к тебе по-отечески? Алена, спасибо. До следующей встречи. Перлин настолько мерзкий, мелкий и противный персонаж, что даже Ордена Иуды он недостоин. Наверное, всего лишь медаль Иудушки. Звини ею на корпоративах. А мы напоминаем нашим зрителям главную истину. Измена не отменяет победы. Хорошей вам рабочей недели. До встречи. На днях Верхняя Палата Белорусского Парламента стала площадкой для обсуждения вопросов молодежной политики. В Совет Республики приехали учащиеся Полоцкого колледжа. Диалог Натальи Качановой с будущими педагогами получился живым и неформальным, и длился около двух часов. Закрытых тем в общении с молодежью не было. Обсудили и тонкости парламентской работы, и информационной технологии. Но большинство вопросов касались личного жизненного опыта главы Совета Республики. Специально для учащихся провели экскурсию по музею Верхней Палаты Парламента. Показали зал заседаний, где рассматриваются важные для нашей страны законопроекты. Честно, диалог очень получился открытым, таким живым, родным. Как будто бы мы сидели с человеком, с которым уже давно общались. Получили ответы на очень интересующие вопросы. И насчет и спорта, и медицины, и, конечно же, образования. Обсудили и дальнейшее развитие нашей страны. Было много таких смешных моментов, которые узнали и Наталью Ивановну со всем другой стороны. Очень хочется рассказать вообще другим студентам всю эту начинку внутри, что нам сегодня рассказали. В общем, чтобы это было как можно на большую аудиторию. В общем, очень понравилось. И надо больше студентов звать, больше, чтобы узнавало больше людей. Всегда интересно узнавать что-то новое. То есть, приехать куда-то в новое место, познакомиться. Очень благодарен за такую возможность Наталье Ивановне Качановой, за то, что пригласила нас. Мы ознакомились, как все-таки устроена работа в Совете Республики. Задали ей интересные вопросы и получили очень четкие ответы. Сегодня молодежная политика в Беларуси в приоритете. На ее реализацию в ближайшие пять лет направят свыше 15 миллионов рублей. В стране действуют более 380 организаций, в которых подрастающее поколение может себя проявить. Пришла идея пригласить учащихся Полоцкого колледжа. Год народного единства. Мне кажется, это прекрасная инициатива. У нас появилась новая форма работы. Мы можем приглашать детей, подростков, студентов. Посмотреть на наш музей. Я думаю, что это особенно важно для детей не из Минска, а из регионов. И они, учащиеся именно педагогического колледжа, думаю, что это сыграет важную роль в формировании их, как ответственных граждан Республики Беларусь. Когда нам поступило предложение приехать в Совет Республики, чтобы познакомиться с работой Совета Республики, познакомиться с музеем, который создан и который действительно будет оказывать большое влияние на патриотическое воспитание учащихся. Я думаю, что учащимся нашего колледжа будет очень интересно побывать в этих стенах. Инициатором этой важной встречи выступил женский актив Совета Республики и лично Наталья Качанова. В свою очередь учащиеся в знак благодарности подарили икону Ефросине Полоцкой. Возможность познакомиться с работой Совета Республики была в этот день у минских школьников. Эта встреча стала возможной благодаря проекту «Школа активного гражданина». Каждый месяц в рамках акции общественные и культурные деятели, а также политики и спортсмены говорят со школьниками на важные темы. Такой формат обещают сделать традиционным. Впервые нахожусь. Здание очень красивое, с богатой историей. Очень, честно говоря, волнуюсь, находясь здесь, потому что это важное мероприятие, которое, в принципе, заслуживает большого внимания молодежи. Очень хорошо, что нас сюда позвали, потому что молодежь надо знакомить с политикой. Мы должны знакомиться с этим. Мы – будущее этой страны. Я вот первый раз приехал в такое довольно интересное место. Мне всегда интересовала история становления Республики Беларусь. И я всегда хотел узнать как можно больше о нашей истории Беларуси, о наших традициях. Это очень интересно и познавательно для меня. Мы решили отойти от формата исключительно вербального общения и добавить элемент тактильной коммуникации со школьниками. Я считаю это чрезвычайно важно. Во-первых, потому что у ребят есть возможность ощутить себя в качестве непосредственных участников законотворческого процесса. Они знакомятся с историей Верхней Палаты Парламента, Национального Собрания в целом. Они пропускают через себя всю степень ответственности, с которой сталкиваются парламентарии, рассматривая и принимая проекты нормативно-правых актов, законодательных актов, которые в дальнейшем становятся регуляторами нашей с вами жизни. И, конечно, это очень серьезно расширяет мировоззренческий кругозор. После экскурсии ребята пообщались с сенаторами. Особый интерес у школьников вызвала работа молодежного парламента. Марафон таких встреч в Совете Республики в этот день продолжила общение с Натальей Качановой, с членами Президиума молодежного парламента, БРСМ и молодежным активом столицы. Сейчас упор делается на открытые дискуссии. Беларусь будущего, который запустил в 2020 году молодежный парламент при нас в собрании, активно реализуется как платформа, где каждая молодежь может быть выслушана. Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах. Это и учащиеся молодежь, и студенты, и предприятия, где все вносят свои какие-то предложения и хотят, чтобы они были донесены на все белорусское народное собрание. Мы эти предложения собираем, вносим в молодежный парламент, здесь обсуждаем, и самые яркие будут на Всебелорусском народном собрании высказаны. Напомню, молодежный парламент создан в июле прошлого года. Первый созыв объединил 70 молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 31 года. 4 миллиона квадратных метров жилья возведут в Беларуси в этом году. При этом сохраняется тренд на строительство в городах-спутниках. Максимальное количество квартир построят в Минской области. Об этом, а также о новых строительных нормах по пожарной безопасности, заметном более широком использовании электричества, а также о новых подходах для людей с ограниченными возможностями. В нашей программе рассказал заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич. Первый вопрос касается строительных норм по пожарной безопасности зданий. Они утверждены недавно совсем в Беларуси. Может быть, кому-то может показаться, что это такой очень внутренний документ, но так или иначе он будет влиять на каждого из нас. Что изменится для строителей, что изменится для жильцов домов? Нормы, которые приняты, проработаны с МЧС. Мы совместно их рассматривали. Экспертиза давала свои замечания, предложения. Эти нормативы, по сути, уточняют действующие нормы, которые действовали до настоящего времени. Но их оптимизируют с точки зрения более современных подходов к нормированию в данном вопросе. Это возможность подходить более разнообразно к решению вопроса безопасности. То есть индивидуально, наверное, да? Да. Подходы более гибкие в данном случае. Знача в том максимально, чтобы эти объекты были безопасными. И вот в нормах строительных мы прописали требования безопасности как первичное требование, уйдя от нормирования технических решений. То есть, условно, если раньше было там в нормативах прописано вид кровли с слоями, которые должны быть выполнены, то сейчас это требования по критериям этой кровли. Давайте поговорим о планируемых объемах введения жилья на 2021 год в Минске и вообще по республике. На 2021 год запланировано 4 миллиона метров квадратного жилья. Наибольшее количество запланировано на Минскую область. Довели по каждой области требуемые показатели. Выделили объемы строительства жилья для нуждающихся в улучшении жизненных условий, для многодетных. В текущем году, в 2021 году, мы планируем направление строительства жилья более 10,5 тысяч многодетных семей. Из них 8,8 тысяч будет построено жилья для этих многодетных в текущем году. То есть динамика неплохая. И задача, которая перед нами стоит о том, чтобы многодетных направлений на строительство жилья в течение одного года, постепенно реализуется. И мы эту проблематику пытаемся решить. Скажите про динамику. Вот эти 4 миллиона квадратных метров, это больше, меньше, чем в прошлом году по республике? Мы ввели такое же количество жилья в прошлом году. По сути, мы планируем сохранить такие темпы. Постепенно будем наращивать до 2021 года. Объемы строительства жилья будут увеличиваться. Но это будет постепенно и исходя из потребностей. Но в Минске будет становиться меньше жилья. По городу Минску мы планируем на текущий год, 2021 год, 600 тысяч метров квадратных жилья. Почему снижается? Потому что часть жилья планируется заводить в Годах-Спутниках, в частности Смельевич и Рудинск. Это основные площадки, которые будут заводиться, в том числе и для нуждающихся в улучшении жизненных условий города Минска. Ну а есть спрос? Вы знаете, в прошлом году возвели дом в Смельевичах. Там был подход экспериментальный применен, когда нуждающихся приглашали на строительство не по очереди, а, ну скажем, тех нуждающихся внеочередности. И на самом деле показал позитивный эффект. Спрос был на такое жилье. И, в принципе, эти города-Спутники, они чем хороши, тем, что находятся недалеко от города Минска. Рабочие места там созданы. И в Рудинске это довольно большие площадки производственные, и в Смельевичах. И поэтому спрос есть. Электромногоэтажка скоро появится в Минске первая, если не ошибаюсь. Что это вообще такое? Каков экономический эффект от этого? Вы знаете, уже у нас введены не только в Минске, введены такие объекты и за пределами Минска. Это уже несколько лет такие объекты возводятся. Если брать по объему железнодорожительства, то у нас в прошлом году введено около 80 тысяч метров храна жилья такого электроотопления. Отоплением и подогревом. На самом деле, это альтернатива традиционному подходу. И время покажет, насколько оно эффективно. Но, на самом деле, рассчитывая, рассматривать разные варианты. И, конечно, варианты средства традиционных сетей, когда нет источников. Традиционный тип оснабжения, варианты оснабжения электрического, конечно, рассматриваются в первоочередном порядке. Примерно 98% жилья, которые сейчас возводятся, является энергоэффективным. 98% и более. За этим будущее. То есть мы полагаем, что со временем эти технологии будут наняться более широко. Почему? Потому что ресурсы у нас заражают. И понимаем, что такие подходы позволят более эффективно использовать ресурсы, которые имеются у страны. А что насчет доступности для передвижения в новых домах людей с ограниченными возможностями? Что на этот счет делается? Все дома, которые возводятся в Беларуси, они уже соответствуют требованиям безбалерной среды. Многоэтажные дома. Сейчас мы прописали в нормативах требования об устройстве входа в жилые здания с уровня планирования шагерной земли. То есть, грубо говоря, без крыльца возможность будет попадать в жилые здания. Такие уже объекты реализуются. Вообще мы планируем такие действия прописать еще и в общественных зданиях, потому что, на самом деле, безбалерная среда должна создаваться на всех объектах, не только на жилых зданиях. Сейчас это обеспечивается пандусами и подъемниками. Но, как показала практика, проще запросы решить тем, чтобы просто не делать крыльц огромных и не делать подъемников. Спасибо за интервью, Алексей Иванович. Спасибо. Спасибо. Из ремонтного предприятия в машиностроительный завод. Это история о когда-то неизвестных витебских подъемниках, а сегодня узнаваемом и за пределами нашей страны бренди. Дотянуться удалось не только до соседней России, но и дальше. Наша спецтехника используется на территориях десятка стран. Много удалось достичь во время пандемии. Предприятие не закрывалось и даже, наоборот, увеличило свое присутствие на рынках. Подслушано в цеху. Репортаж Виктора Пралича. Набираясь высоту, витебские подъемники начинают здесь, в цехе плазменной резки. Будущая огромная стрела миллиметр за миллиметром выкраивается строго по заданным операторам чертежам. Машина машины. Всегда должен быть контроль. Внимательно смотреть. Машина может остановиться, где-то что-то не понять. Мы это все контролируем. Естественно, надо смотреть, чтобы не было различных сбоев в программе. Чтобы было четко вырезано отверстие. Все по размерам. Все, как говорится, по чертежам. Свой первый подъемник предприятие выпустило спустя пять лет с момента появления на рынке в 2009. Уже тогда стало понятно, что быть сервисом по ремонту мало необходимого развития. Тогда и приняли решение производить свою собственную продукцию. Завод стал расширяться, устанавливать современное оборудование и заявлять о себе не только на белорусском рынке. За несколько лет мощность увеличили в разы. Соответственно, расширилась и линейка выпускаемой продукции. Постоянно занимаемся расширением номенклатуры нашей продукции. К примеру, в 2020 году мы разработали самый высокий в странах СНГ подъемник. Высотой подъема 52 метра. ВИПО 52. Он не имеет аналогов. И в то же время он дешевле европейских. Сегодня производство на Витебских подъемниках имеет замкнутый цикл. Специальное оборудование здесь делают от А до Я. На одном из таких этапов работает и Кирилл Кораблин. Навыки токарского мастерства получил в колледже. Здесь дополнительно окончил и курсы по программированию. О смене работы не думает. Есть и интерес, и перспективы. Работаю здесь три года уже. Моя работа заключается в написании программ. И обслуживание станков, также чтение чертежов и изготовление высокоточных деталей. Это очень трудоемкий процесс и увлекательный. Конкурент на способности и наращиванию производства, а не приостановке предприятия, что характерно для многих стран мира, подтолкнуло именно пандемия коронавируса. Время закрытых границ для витебского предприятия открыло новые перспективы. Удалось увеличить свое присутствие на российском рынке. Забота о сотрудниках в приоритете корпоративной политики. Сейчас на предприятии работает почти 300 человек. К слову, новых взяли в штат в то время, когда многие за границей сокращали своих сотрудников. Разговоры ходили скорее наоборот, что сделать, чтобы не закрывать производство, не отпускать людей за свой счет, чтобы продолжать работать, чтобы были заказы. И да, я рад, что во время пандемии мы работали. На витебских подъемниках знают, сегодня удивить своего потребителя сложно. Но возможно, выпускаемая здесь спецтехника на базе различных шасси используется во многих сферах. Но только развиваясь, возможно удерживаться на рынке из последних продиктованных рынком решений сельскохозяйственная техника. А это еще одна из новинок предприятия ПЛУК навесной оборотный СЯБР. Разработка собственных конструкторов, импортозамещающая. Его цена за границей доходит до 120 тысяч евро. У нас в три раза дешевле. Агрегаты уже закупили западные регионы страны, а также тестируются они в России. Уже замечены на просторах Кубани. А эти машины, прежде чем отправиться к своим потребителям, пройдут экзамен здесь. Чтобы сдать заказчику свою технику, сначала необходимо пройти тесты на ее работоспособность. Техника специфическая направленность, а потому ее безопасность при эксплуатации прежде всего. Самое интересное, что приходилось испытывать, это именно вот эту большую машину, 52 метра, когда у нее там очень большие вылеты, и, скажем, ей надо большое пространство. И у нас уже наш полигон, мы полностью его задействовали. И выглядит оно так очень интересно. Это вот первое, что у меня мысли были, это когда там через небольшую речку можно просто в горизонте растянуть. И оно красиво выглядит. Подъемники, мусоровозы, сельхозтехника предельной высоты в своем производстве здесь нет. И останавливаться на достигнутом не думают. Необходимо покорять новые производственные вершины. Шаг в этом направлении сделан. Скоро появится еще один цех, а значит и новые возможности. Виктор Пралич и Альберт Алассания. Неделя. СТВ. Прогнозы белорусских синоптиков стали точнее. Это отметил на неделе президент на встрече с министром природы и охраны окружающей среды. Служба от эффективности, которой зависит работа самых разных сфер экономики, от сельского хозяйства до воздушного транспорта, на особым контроле. Качество гидрометеорологических исследований, разумеется, зависит от современной техники. И сейчас ставка именно на это. А здесь, кстати, будет и обновленный закон, который вступит в силу с середины июня этого года. Я года два тому назад просто высказывал свое возмущение тем, как работает у нас гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились. И я очень внимательно слежу за этим. Но я вам должен сказать, на три дня абсолютно точный прогноз. И даже на неделю. Почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса градус. Разительно изменился. Спасибо, Александр. Но надо в этом направлении работать. Охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов – один из приоритетов Беларуси. Наша страна по индексу экологической эффективности входит в топ-50 государств мира. И здесь мы на лучших позициях в Евразийском Союзе. В последние годы стоит отметить серьезные подвижки в организации раздельного сбора мусора, переработки отходов. Большая работа проводится и по сохранению и восстановлению уникальных природных комплексов. Белорусы постарше, конечно, помнят кампанию по осушению болот и мелиорации, далеко не всегда обоснованной. Сейчас многие из этих экосистем переживают фактически второе рождение. Только за последние три года более чем 15 тысяч гектаров торфяников подвергли повторному заболачиванию. Но сейчас отправимся в место совершенно уникальное – биологический заказник Споровский. Это почти 20 тысяч гектаров и дом для полусотни краснокнижников, в том числе и самой редкой певчей птицы Европы – вертлявой камышовки. Беларусь – одно из немногих мест в мире, где ее можно и увидеть, и услышать. А еще это место – родина ежегодного фестиваля споровских сенокосов. Правда, в этом году он не состоялся из-за пандемии. Крупневший массив низинных болот Полесья манит туристов от Туманного Альбиона до Австралии. Пока природа спит под снегом, заказники полным ходом готовятся к новому сезону. В этом убедились наши корреспонденты. Так почему новую экотропу строят по льду и зачем болото? На самом деле нужно стричь. Материал из первых уст от Кристины Протасовицкой. Ради этого звука люди едут со всего мира? Ну, звук, ладно, звук можно услышать и по телефону, и в интернете. А вот именно посмотреть вживую, ради этого, да. Петлявая камышовка, она как индикатор, не зная болота. То есть она первая покидает болото, если с ним что-то не так. 99% популяции живут в Беларуси. Это участок, скажем так, ну, специально сделан для битвотчеров, чтобы можно было наблюдать птиц, и не едя в болото, их не беспокоить там. Откуда приезжали для того, чтобы ее послушать? Большинство это все-таки британские, из Британии. Но у нас были даже люди из Австралии. Он приехал вот именно ради наших видов. Очень много берегистов, голландцев, немцев много. Шотландия. В Шотландии у нас даже есть своя фан-группа. Этот год, ну, был сложный в плане туризма, но мы, в принципе, смогли достичь прошлогодних показателей даже немножко больше. Порядка полутора тысяч человек. То есть, ну, это именно специфически, для Бердвотчеров. То есть для Беларуси эта цифра такая немелкая. Потому что, ну, еще даже пять лет назад Бердвотчера было 20 человек белорусов. Остальные были иностранцы. То есть у белорусов открываются глаза на собственную природу? Ну, вы знаете, наверное, эта пандемия все-таки сработала по-своему. Люди не смогли никуда выехать. И начали искать, что внутри своей страны. И нашли. Ну, то есть тропа, которая была построена в 2008 году, она уже себя... Ну, она же была неремонтопригодная. Мы ее в 2020 году демонтировали, подготовили проект. И вот сейчас начали строиться новые тропы. Это именно для привлечения туристов. Поднимаю его на большую высоту. Я вижу все по нормам. То есть весь объект. Опять же, когда отбивали в тростняках, невозможно было. Только ввели по коптеру. У нас только зимой. Мы летом ее никак не построили. Мы, честно говоря, очень рады, что такая морозная зима. Это просто сказка для нас в этом плане. В плане строительства тропы. Уже в мае у нас в эксплуатацию. Все, дальше пойдем по болоту. Ну, она сейчас замерзла, так что можно не бояться. Добрый день, ребята. Ну, как? Добрый день. Да, да, да. Ну, как? Видите, как? Ну, получается же. Работаем. Почему прошлая тропа была демонтирована? Потому что лаги деревянные были, они пришли в негодность. Эти же срок службы около 100 лет. Они не разлагаются абсолютно. То есть доска, если пришла в негодность, ее можно было легко поменять. Основа вся остается. По такой технологии тропы еще в Беларуси не строились. То есть всегда применялась деревянная основа, которая, в принципе, ну, 15-20 лет от тела она могла прослужить и приходила в негодность. Здесь же я уверен, что она меня переживет. Эта основа. От самого настила до уреза реки будут фонтоны стоять. Дальше уже глубокая часть реки пошла. Будет действующий паром для переправы наших туристов. Здесь вот у вас сзади, где стоит этот кол, ну, это как отметка, здесь будет смонтирована беседка. Такая тоже на воде беседка будет стоять практически. Потому что сейчас еще, то есть в раздев, примерно полметра вода будет выше. Мы стоим на реке Ясель, да? Мы стоим на реке Ясель, да. Мы сейчас по реке Ясель, да, и пойдем в ту сторону, и с потечением. И там, чтобы показать дальше маршрут, как будет проходить. Да, можно спокойно идти. То есть мы тут ходили еще до мороза, так что не страшно. Вот, кстати, вот видите, кучка, казалось бы, что такое. Это андатра, она таскала себе. Кормовой, да, домик андатра. Потому что мы недооценены, я так не буду говорить, это будет неправильно. Потому что люди должны созреть. Оно придет со временем. И, честно говоря, все-таки должна быть инфраструктура. Главное сейчас не упасть, а то он все заснимет. Паром используется еще на старой тропе. Сейчас мы его отреставрировали, он уже готов к работе. То есть, ну, во льду, понятно, сейчас никуда не поедет, но весной он начнет двигаться на тот берег. Вот стоять на берег, берег весь, ну, везде снег, берег черный. Почему? Никто же не знает. Просто мы здесь кормим куропаток. У нас сейчас здесь, ну, где-то часа в 6 вечера они приходят на кормежку, 29 особей. Примерно так, как мы сейчас едем, по-другому сложно. Ну, либо на лошадке какую-нибудь. Но у вас персональное ралли. Ну, получается, мы вынуждены по таким дорогам добираться, местам проведения работ. Иногда туристов возим сюда весной, у них впечатлений куча, когда они съедут по такой дороге с нами в машине. А к вам корреспонденты зимой приезжали когда-нибудь? Вы знаете, зимний экскурс, корреспонденты вы нас первые. Эксклюзив СТВ? Да, эксклюзив СТВ получается. Это была идея зеленых реинвестиций. И так и получилось. Мы сейчас получаем денежку, ее инвестируем опять в природу. Все заказники Берегской области учредили свой фонд. И станция принадлежит фонду. И они накапливают денежки. Вот скажем так, у нас каждому заказнику, ну, они могут помочь в чем-то. Этот участок у нас тут 100 тысяч гитаров, мы его готовим полностью под кошение. Чтобы в 2021 году его попустить в работу по кошению. И тоже здесь рядом есть сельхозпределение, которое заберет нас, Татьяна, на корма себе. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что оно реально экологически чистое. Тут нет никаких удобрений, тут ничего не внесено абсолютно. У нас, примерно, 100 тонн раскупили местные жители. Я в шутку назвала это болотарезкой, да? Для чего это нужно? Это не болотарез, это, скажем так, то, что это агрегат с большими зубами, это лесохозяйственный мульчер. Мощности. 175 лошадей. Батает мощности. Ну, если что, мощнее. Косим, прессуем, мульчируем. А нужно для того, мы просто потихоньку отвоем у этих зарослей наше болото открытое. И если ничего не делать, то это болото зарастет кустами и потеряет свою ценность. Сохранить и не дать исчезнуть природной уникальности. Это и есть один из главных ориентиров современной Белоруссии. Заказник Споровский – лучшее тому подтверждение. Уже в мае у них начнется новый сезон. А это значит, еще на тысячи подкупленных сердец туристов станет больше. Кристина Протасовицкая, Санислав Пекарский, Неделя СТВ. Такова картина этой недели. Следующую нарисуем обязательно вместе, как всегда, в воскресенье, в половине восьмого. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok